В региональном фонде капремонта по-прежнему не знают точных сроков начала реконструкции дома номер 50 на Октябрьской. Не один десяток лет орловчане живут здесь с прогнившей кровлей над головой. Люди боятся, что конструкции могут не выдержать. В зоне риска не только жители дома. Фрагменты отделки, камни в любой момент могут обрушиться на прохожих. Фонд уже отработал довольно-таки много по проектированию данного здания. Сегодня выполнены проектные работы. Они сейчас находятся на экспертизе. Я надеюсь, что все-таки проторговать его в 2020 году, естественно, это будет приходящий. Потому что довольно-таки большой объем работ. Это тоже бывшее общежитие коридорного типа, которое предусматривает работы. И по фасадной части, которую можно делать только летом в хорошую погоду. Естественно, кровля и инженерная коммуникация, которая проходит по местам общего пользования. А это у нас и кухни, это и санузлы. Там сделается довольно-таки большой объем работы. Главные новости задаются вопросом, почему начало работ затягивается. Ведь о необходимости капремонта говорят с прошлого года. Сложности большие ввиду того, что очень много собственников. И каждый шаг проектировщик обязан по жилищному кубику согласовывать с собственниками жилья. У каждого есть свое мнение. А пока идет подготовка к ремонту, жители обращают внимание коммунальщиков на серьезную проблему. На разбитой крыше и фасаде дома, который находится в центре Орла, снова растут деревья. Летом прошлого года это здание орловчане окрестили так – дом с березой. Управляющая компания отреагировала и навела порядок только после репортажей первого областного. Судя по всему, история повторяется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...